Всех УКРщиков приветствую на канале и давайте сегодня разберем один из методов лечения, который мне очень помогал, который помогает и многим людям, с которыми я общаюсь. Итак, возьмем день. Как начинается обычный день УКРщика? УКРщик просыпается и чувствует с утра наиболее сильный натиск мыслей. Это объясняется определенными физиологическими причинами. Когда древние люди просыпались с утра, у них сразу первая мысль была избежать атаки хищников и выжить. Также почему к вечеру мысли затихают, потому что мозг в течение дня, во-первых, адаптируется к данной их фобии, а во-вторых, он устает от обдумывания и уходит в тыл, в защиту и перестает уже обдумывать. Итак, как же начать день и какой способ наиболее эффективный? Вот вы проснулись и мысль вас мучает. Что вы делаете? Вы берете и выписываете мысль в блокнот. Вот так, так, так. И также выписываете время, когда вы ее обдумаете. То есть, допустим, вы проснулись в 10 утра и вы пишете, я обдумаю в 0-0-0, в 12 ночи. И тут в чем фишка? Мы эту мысль вытаскиваем из подсознания на бумагу. И тем самым она вас будет меньше гложить в течение дня, если все сделать как надо. Ну, как правило, это какая-то ваша основная тема мыслей. Вы ее выписываете. Возможно, какие-то аргументы к ней, как компульсии, но мы выписываем это. И мы откладываем, получается, ритуал на целый день. Мы вытаскиваем его из подсознания. И даже вы, возможно, вечером не вернетесь к этой мысли. Вот. Обязательно попробуйте. Этот способ эффективный. И многим помогает. Если видео понравилось, поставь лайк, поддержи канал. Это будет полезно для его продвижения. Многие угарщики смогут увидеть это видео. И не забудь подписаться. И забыл сказать, что уже к вечеру тот самый инсайт, он появится. То есть утром, когда напряжение более сильное, когда вы сразу даете ответ на мысль, совершаете мысленный ритуал какой-либо, то нет осознания. То есть происходит, я называю это мысленной галлюцинацией. А когда мы откладываем это, тогда амигдалы, миндалины эти, которые отвечают за переключение передач с мысля на мысль, мы им покажем, что мысль не так важна для нас. И появится осознание абсурдности мысли. Вот как-то так. Всем большое спасибо за просмотр. Скоро увидимся.